Прошедший недавно в Рязани ураган, помимо собственно коммунальных, обозначил и один имущественный вопрос. С ДТП все понятно. Водители вызывают полицию, а ущерб возмещает страховая компания виновника. Но что делать, когда на машину падает дерево? Кому предъявлять претензии? Давайте выяснять. Если упало дерево на машину, в первую очередь надо вызвать, конечно, полицию. Зафиксировать сам факт падения дерева. И, конечно, полиция устанавливает зону ответственности. Кто отвечает? В нашем городе обычно за деревья отвечает дирекция благоустройства города, администрация города Рязани. Но есть дворовые территории, где отвечает управляющая компания или ТЦЖ. Есть также просто территории как собственников. Значит, если полиция установила, чья зона ответственности, вообще очень хорошо все в постановлении написано. Если же полиция не установила это, это устанавливается в суде уже. По словам экспертов, ни в коем случае не стоит самому очищать автомобиль от веток, листвы и обломков. Источник повреждения должен оставаться в том же самом месте, даже если возникло препятствие для движения других машин. Сразу же после происшествия необходимо максимально подробно все снять на фото и видео. Зафиксировать все повреждения автомобиля, разломы и оставшийся от дерева пень. Также помимо повреждений придется сделать обзорные снимки места происшествия, чтобы в кадр попали название улицы и номер дома. Фотографии нужно делать с различных ракурсов. Кроме того, желательно найти свидетелей и взять у них контактные данные. Дел достаточно много, можно сказать, особенно учитывая то, что в последнее время участились эти ураганы. Еще хочу также сказать, что представители ответчиков ссылаются на то, что форс-мажор ураган был. Как бы это мы не отвечаем. Но в любом случае у нас Верховный суд пояснил, что они должны тогда доказать свою невиновность. И в суде в основном суд встает на сторону потерпевшего. После того, как у вас приняли заявление, нужно оценить стоимость ремонта машины. Для этого потребуется независимая экспертиза. Во время осмотра специалист должен изучить видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксировать процесс на фото. Также стоит помнить, что ОСАГО компенсирует только ущерб другим участникам ДТП, если вы виноваты в аварии. Такой полис не страхует ни вас, ни ваш автомобиль. По нему не получится возместить ущерб, если дерево упало на вашу машину. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».